Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня 28 июля. Я хожу по огороду, делаю краткие видеообзоры тех сортов, которые вас интересуют. Ну, кто-нибудь спрашивает, например, вот о штраухе. Спросили, я показала. Сейчас я подойду. А, вот этот демидов у меня посажен, по принципу посадил и забыл. Без посынкования, без подвязки. Про него тоже спрашивала женщина. Как эти томаты у меня, ну, во время вот таких дождей, в сырую погоду, что с ними? Ну, я ответила, что с ними ничего. Такие томаты у меня, вот грунтовые, которые на земле валяются, они обычно, ну, на самовыживаемости. Как выживут, так выживут. Они сами должны о себе позаботиться. И тут, знаете, дело в том, что вот это как раз показатель, насколько хорошо я за ними ухаживала, насколько крепка рассада была, профилактические вот эти какие-то обработки, действия. Если я все делала правильно, значит, они должны пережить всю эту погоду и дать хотя бы, пусть там не огромные урожаи, хотя бы первые 3-4 кисти для сибирского региона. Это хорошо. Вообще у нас 5 кистей полностью вызревает, если крупноплодный. Но вот томат демидов я еще не считала, сколько кистей он завязал. Ну, вообще выглядит он прекрасно. Видите, какая зеленая такая листва изумрудная. Но я подошла не из-за демидова. Я подошла еще раз осветить вопрос о низкорослых томатах, которые не посынкующиеся, у которых образуется много пасынков. И вот мне прислала, кто сейчас посмотрел, Татьяна Гамзаева вопрос. Надо ли регулировать пасынки в открытом грунте в июле у не посынкующихся томатов? Я много раз говорила уже на эту тему, но так как я делаю скидку на то, что люди новые прибавляются и, возможно, добавляются в подписчики, возможно, они еще и не слышали, не видели моих видео на эту тему, еще раз подошла к томату, который вот сейчас для нас яркий пример, у которого я не удалила пасынки и что с ним произошло. Вот видите, я даже сорт не буду называть. Это просто, чтобы вы ознакомились с принципом. Вот томатрос, вот у него основной ствол. Это у нас прямо он вырос, как учебное пособие, все так хорошо видно. Основной ствол, и я не удалила никакие пасынки. Видите, вот только первая кисть. И до первой кисти, до первой кисти, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять пасынков он образовал до первой кисти. Я всегда говорила, что в трех вариантах можно. Можно вообще не посынковать, тогда он будет вот такой. Вот такой, как это вот. Есть такая многорукая какая-то богиня-то, кто она, Шева, или кто... Что-то я уже мифологию подзабыла немножко со школьных времен, но есть такая богиня. Вот он распустил эти ручки свои, и на каждой из этих, видите, есть уже свои помидорки. Вот теперь его посынковать уже поздно. Я его специально не посынковала, чтобы показать разные способы, потому что я выращиваю и так, и так. Вы сами понимаете, что около двух тысяч корней высадить и в одни руки ухаживать. Невозможно все пропосынковать, за всеми следить, там в несколько стволов вести. Многие я оставляю вот так, как они хотят. Я их называю дикие помидоры. Вот сейчас Демидова показывал, он тоже дикий. Я единственное, что делаю, я высаживаю рассаду. Больше я ничего, я не общипываю, я не формирую. Ну, растет как растет. И вот это тоже. И вот ваш вопрос, что нужно ли регулировать посынки. Если вы выращиваете вот так, то, конечно, ничего не нужно делать. Второй способ, это с умеренным посынкованием. Если вы вот эти все убрали бы весной, до первой плодовой кисти, и оставили его и первую кисть, и там уже смотрели бы в два, или в три, или в четыре. Если вы наметили, например, три ствола, естественно, тогда вы все лето следите. Посынки же новые вырастают, и вырастают, и вырастают, а вам они не нужны. И тогда и в июле, и в августе вы лишние посынки убираете, потому что они оттягивают на себя питание. Но это лишняя проблема для растения. Или он три ствола оставленных ведет, видите, какие красивые помидорки, они будут тогда укрупняться. Или вы оставите, они еще в июле могут вырасти, еще в августе плоды сформируют. Они будут оттягивать на себя питание, будет плодов больше, но они будут мелкие. Про все это я говорила уже, что существует три способа. Или вообще не трогаете, тогда не надо ни в июле, ни в августе ничего регулировать. Или умеренное посынкование, когда вот до плодовой кисти все убираете, но один оставляете посынок. Может быть перед плодовой, может быть после плодовой. Это у таких томатов, у которых много посынков, им все равно. У них они все одинаковые, видите. Они все посынки как стволы. Они полноценные стволы образуют, полноценные стволы, полноценную зависть, все. И если вы, можно и вот такой непосынкующийся, как я показывала уже про Настю в теплице, для укропнения плодов можно просто ввести в два ствола. Оставляете на котором цветочная кисть и один посынок, или до нее, или после нее. Тут не важно уже у таких томатов. Все. Так что вот этот вопрос, нужно ли регулировать у непосынкующихся. Вы сначала должны для себя решить, какие они у вас непосынкующиеся. Или вы их выращиваете просто, посадила забыл, или умеренное посынкование все-таки делаете. Или ведете, ну вот короче, даже непосынкующиеся томаты, нужно сначала решить, как вы их будете выращивать. Их можно укрупнять плоды, тогда оставлять меньше посынков. Или вообще не трогать, тогда плодов будет много, но они будут мелкие. Про все это я уже говорила. И если вы только добавляетесь, я вот прошу, просто совет вам даю. Перед тем, как задавать вопрос, вы немножко хотя бы по темам, по предыдущим пройдитесь, потому что сейчас уже конец лета, и почти все это уже обговорено, рассказано. Я рассказывала про непосынкующиеся и в теплице, и на улице. И вот сейчас еще пройду, еще про два сорта расскажу. Тройка и сибирская тройка, они тоже яркие представители непосынкующихся томатов. Их можно выращивать и так, и так по-разному, и какая разница. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это про непосынкующиеся томаты. Нужно ли в июле пасынки у них убирать, как-то регулировать. Зависит от способа выращивания. Еще раз. Да, до свидания.